Всем привет, ребятки, из Ветренного Муйне. Привет! Это Вьетнам. Мы отправляемся в Ничанг. Мы забрались на самую вершину. Вы на канале своим ходом. С вами, как обычно, Виталик и Зончик. И, конечно же, ребята, в этом выпуске мы раскроем самое главное. Стоит ли ехать сюда за пляжным отдыхом, в Муйне. Будем обучаться виндсерфингу и покажем, что вообще это за городок. Йоу! Уху! Ребята, зацените, это написано своим ходом, прямо у диджея. А еще в этом выпуске, ребята, будут экстремальные спуски на салазках. По пустыне, по песку. Рудки в массаже, да? У Людки? Ну, у Людмилы, да. Покажем наш шикарный отель. Берег, пляж. И вообще, чем здесь заняться, потому что Ничанг нам уже нравится. Погнали. У нас только тормозного полиция проверяет права. У нас не тормозного полиция, Виталик сам остановился. О, нет. Да, нет проблем. Нет, нет. Я буду специально его снимать, потому что он разводит меня. Мне кажется, он еще в фотошопе такую штуку сделал. То есть там была фотка, и на фотке было написано, сколько я скорость проехал. Все начинается на острове Фукуок. Наши чемоданчики собраны, и мы выселяемся из нашего отеля. Помните первый выпуск, когда вам показывали отель? Давай покупаемся еще. На, показай. Давай покупаемся. Не надо нам ничего показывать. Лиза Джан? Я не хочу уезжать. Мне надо отдыхать, да? Я не хочу. Лиза Джан, работа. Видео снимали, да? Я хочу не купаться. Thank you. Здесь от отеля бесплатный трансфер до аэропорта. А нас сейчас ждет внутренний перелет до Хошимина. Всего полчаса летит. Летим мы опять авиакомпанией Vietjet. Это та компания, в которой багаж не включен, его нужно отдельно покупать. Такая самая бюджетная. Наш перелет, кстати, вышел в 6482 рубля на двоих вместе с багажом. Это два чемодана по 20 кг до Хошимина из Фукуока. Заходим в автобус и в самолет едем. А вот и наш самолетик. О, вот мы и добрались. Наши красавчики подъехали. Один и второй. Доместик, аэропорт Хошимина. Здесь в городе есть такси, которое называется «Граб». Убера нет, наших привычных всяких серверсов нету, а «Граб» есть. Так что, ребята, пользуйтесь. Это самое дешевое такси, которое только может быть. Не нужно выходить искать таксистов, которые вас будут обманывать, потому что таксисты здесь во Вьетнаме не любят обманывать туристов. Мы уже на личном опыте это узнали. Стоить будет 100 тысяч донгов. Все, ждем. Очень удобно. Очень быстро таксисты нашли. Смотрите, прямо к аэропорту подъехал. Чем удобны все эти приложения, это то, что они убирают языковой барьер. Вам не знаете в английский? Пофиг. Просто заходите, заказали такси. Вам высылся номер, фотография чувака. Смотрите на карте, он там подъезжает. Увидели, что он подъехал к аэропорту. Написан номер автомобиля. Смотрите, номер автомобиля. Махнули рукой, сели, все. И вас довезли туда, куда вы тыкнули на карте, показали место. Все, не надо ничего даже объяснять. Как видите, у граба еще есть мотоциклетное такси. Все, мы добрались до города. Центр Хошимина. И именно вот из этого места должны будут отправляться автобусы на Муйне. И вот, собственно, контора. То есть мы показали электронный билет, да? Нам все распечатывают. Да, вот стоимость 298 тысяч донгов на двоих. За автобус до Муйне. Автобус наш подъехал. Загружаемся. Вот на таком поедем синеньком красавчике. Тут проверяют билеты. У нас определенные места, не нужно ничего занимать. Все уже забронировано. От этих кондеев весь простыл вообще в хлам просто. Вообще жесть. Будем в Муйне лечиться. Пишут, что я капризная. Капризная. Фу. Мне нравится этот автобус. Где мои креветки? Фу. Что так дорого? Так, ребята, мы добрались. Все, мы приехали в Муйню. Сейчас поедем в наш отель заселяться. Мы заранее забронили. Мы добрались, ребята. Добро пожаловать. Отель называется Surf4u. Стоит всего 50 баксов. И реально классно. Здесь такая атмосфера в номере. Мне больше всего понравилось. Конструкции, которые соорудили у нас прямо на кровати. Это два таких симпатичных красивых слоника. Полотенчики украшены цветочками. Прикольно. Пока Лиза изучает карту местности Муйне, я вам покажу ресторан, в котором проходят завтраки, обеды и ужины. Там у нас, видите, внизу бассейн. Это все территория отеля. Можно здесь вот посидеть, пока ждешь завтрак или вечером кайфовать с бокальчиком вина. И вид на море. Свисающие пальмы, много лодочек и виндсерферы катаются. Мы были здесь пять лет назад и за пять лет много чего изменилось. Нам вообще сдали карту. Здесь столько всего понастроили, ребята. Мы вам все покажем. Ну, вот такой он, ребята. Русский завтрак. Где-нибудь блинчики. Мед. Это у нас сэндвич получается с сыром, да, с яйцом Бенедикт. Ну, в общем, такая красота. Чаё, кофе и тарелка с фруктами. Мы прямо в отеле заказали мотобайт и нам прямо к отеле его подвезли. Очень удобно. Стоит 150 тысяч донгов за сутки. Вот такой беленький у нас будет, да? Побитенький, конечно. Побитенький? Да. Ну, все. Шлема есть, все есть. Один литр. Побитенький. Говорит, один литр есть. В комплекте с байком были вот такие шлема. Как обычно, не повезло больше всех. Я похож на какого-то велогонщика. Когда мы улетаем на другой край земли, автоматически переживаем о своевременной загрузке новых выпусков. Даже сейчас во Вьетнаме, в понятной и развитой стране, интернет далеко не всегда стабильный. Мы иногда сами не знаем, в какую глушь нас занесет. И выпуск-то может грузиться часами или не загрузиться вообще. То ли дело дома, в России. Открыли для себя умную сеть Beeline. Благодаря комплексу технологий, мобильный интернет Beeline летает. Связь стабильная и качество голоса во время разговора стало еще четче. И тяжелые файлы загружаются без задержки и без зависаний. А самое главное, что вы не переживаете за своих близких. Они всегда на связи, ровно как и вы. Новые технологии доступны для каждого. Пользуйтесь и наслаждайтесь другими возможностями. Переходите по ссылке в описании или QR-кодом на экране и летайте в интернете без зависания с умной сеть Beeline. Мы заехали на заправку, заправились, потому что когда арендуешь байк, бак полностью пустой. В общем, за 4 литра примерно у нас вышло 70 тысяч донгов. Ну и само собой здесь мощнейший ветер. Самый, наверное, мощный ветер Вьетнама здесь. Именно здесь мекка кайт серфинга, вид серфинга. У нас только что тормознула полиция, проверяет права. У нас не тормознула полиция, Виталик сам остановился. Они стояли в кустах, махнули. Блин, ты мог спокойно проехать. Я вообще не понимаю, зачем ты остановился. Сейчас будешь деньги давать. А с мелочей нет, только 500-ки. Поэтому что? Будем давать много денег. Мы не встать права, проверяем. Деньги прямо отложи прямо сейчас, пока еще не поздно. Прям сейчас достань из команды свои деньги. Отложи потихонечку. 3 тысяч. Садись. О, нет. Да, нет проблем. Нет, нет. Я буду специально его снимать, потому что он разводит меня. Мне кажется, он еще в фотошопе такую штуку сделал. То есть там была фотка, и на фотке было написано, сколько я скорость проехал. А с полицией история такая. В общем, они нас тут отвели. Я, конечно, все там не снимал. Я когда стал его снимать, он стал звонить там всем. Тут нас снимают на камеру, и ему там сказали, типа, это нельзя. А он стал переводчик забивать на английском. Там написано было, что, типа, снимать полицию запрещено. Я такой, ладно, все, типа, я не снимаю. Потом они мне достали свой планшет. Нам положите наша фотография. Сфотка на нас, то есть с этого с радара какого-то. И написано, какая у нас была скорость. Скорость там была 49 км в час мы ехали на том участке. То есть, типа, больше 40, что ли, ехать нельзя. Я не понял. И в итоге мы такие стоим-стоим. Они стали мне показывать на камеру. Типа, давай удаляй, давай удаляй. Потом он отвернулся. Я быстренько флешку вытащил, убрал ее в карман. Потом зашел в меню камеры. Показал ему, что, видишь, написано формат камеры. Мы уехали. Короче, нас отпустили, потому что, наверное, следом с нами подъехала пара русских на другом скутере. Они такие на них переключились. Типа, едьте, давайте отсюда. А вообще в этом плане Вьетнам, конечно, это капец. Там такие взяточники, ребята. Вот особенно на скутерах взяточники еще те. Даже если у вас все чисто будет, все равно попытаются с вас сотрать деньги. Но у нас и права международные. Все окей. И вот получается, что мы схожесть превысили. Хрень какая-то. Друзья, чтобы вы понимали, что такое муйне, это реально какая-то муйня. Это просто жесть. Я в шоке. Такое ощущение, что я приехал в какой-то курорт деревенский на берегу моря. То есть идешь, турфирма от Петровича Петровича, турфирма от Коли, турфирма от Маши, Дима Тур. Все магазины с русскими названиями. Магазин Русалочка. Магазин Две Бабушки. Аптеки. Миллион аптек. Все аптеки написаны только на русском языке. Я реально в шоке. Как вы думаете, какое главное развлечение в муйне? Вы, наверное, думаете, что пляжи, девочки в бикини там загорают. Нет. Главное развлечение здесь, конечно же, кайтсерфинг, виндсерфинг, потому что ветер. Пляж здесь не купабельный вообще. И самое главное развлечение после кайтсерфинга, это, скорее всего, наверное, прийти вот сюда. Здесь огромное количество ресторанов с русским обслуживанием. Все говорят на русском языке, даже вьетнамцы. Все рестораны, почти все держат русские люди. Половину отелей держат русские люди. Половину спа-слонов держат русские люди. Очень легко общаться. И самое главное развлечение, это, конечно же, еда. Сюда нужно приезжать именно поесть, поесть и еще раз поесть. То есть, как видите, Муйне вовсю ремонтируется, дороги, все строится, развивается. Мне кажется, скоро это будет еще круче, курорт такой, современный, да. Вообще, за пять лет, которых у нас здесь не было, здесь очень многое изменилось. И сам Муйне расширился раза в три, наверное. Там, где раньше были пустыри и вообще темень, да, глаз выкали. Мы вчера ехали на такси, мы офигевали, плохо всего понастроили. Вот сейчас мы едем по главному Муйне. То есть, есть Муйне курортный, где все живут, где отели. Но сам Муйне пошел вот с этого города. Вот он, главный город Муйне. Здесь, конечно, трафик в официанский. Прямо рядом с этими песчаными дюнами подходят местные жители и предлагают вот такие картонки. Смотрите, такая вот картонка, она такая пластиковая, здесь есть ручка. И, собственно, по этим дюнам можно покататься. Я вот сейчас у нее возьму, стоит 20 тысяч долгов. Окей. Окей. Все. Как видите, вот всем предлагают эти штуки. Здесь такое ощущение, что реально входишь в какую-то пустыню, да? Прикольно. Справа идет дорога и лес такой контраст. Бам, пустые. А по песку не очень легко подниматься. Мы прошли вообще немножко. Смотрите, вот уже начало, да, было. Реально минуты, минуты две прошло максимум. Я уже здесь запахался, капец. В песок постоянно проваливаешься. В общем, вот такая красота открывается. Знаете, оазис из песчаного дюна. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Так, друзья, мы на вершине горы. Сейчас протестируем этот вид передвижения по песку. Какая классная скорость. Полная экстрима. Ооо, короче, я ожидал больше. Сейчас Лиза покажет мастер-класс. Так, на старт, внимание, марш, поехали. Оооо, скорость мега большая, огромная. Дааа. Сюда можно приезжать, заниматься спортом и сбрасывать по 10 кг в день. Друзья, если у вас нет арендованного скутера, здесь в Муйне есть общественный транспорт. Он ходит вдоль всей этой дороги, набережной Муйне, да, прямо до города Фонтьет. Обратно, ну, цены там вообще адекватные. Мы не катались, но знаем, что очень дешево. И также еще есть можно арендовать крутые джипы. Если вам не нужен байк, арендуете крутой джип, примерно вот так вот они выглядят. И рассекаете по Муйне. Друзья, если вы очень любите кушать морепродукты, а если вы еще любите их бюджетно покушать, то рядом с Муйне, то есть в самом Муйне очень много морепродуктов, много кафешек, но они там дороже. И чтобы купить морепродукты по себестоимости, вы должны отъехать. Вот смотрите, вот у нас море, правильно? И вы едете вдоль моря в левую часть, в самую крайнюю левую часть Муйне. И ваш ориентир это огромное количество таких маленьких лодочек. Это, собственно говоря, и есть деревня Муйне. И прямо напротив этих лодочек огромное количество местных кафешек. Здесь они всегда почти пустые, потому что люди, которые живут в Муйне, об этом месте не знают. А если и знают, то им лень сюда ехать. Так что если хотите поесть без накрутки, пожалуйста, приезжайте сюда. Тут вдоль этой дороги очень много тазиков. В этих тазиков огромное количество морепродуктов. Там чего только нет. Крабы всякие, осьминоги, креветки, кальмары, лобстеры, рыба. Все выбираете, спрашиваете цену, торгуетесь и прямо здесь вам готовят. И сейчас мы с вами попробуем все, что здесь есть. Здесь много кафешек и нам как-то вот понравилось. Вот в этой кафешке называется она МХУ-4. Приезжайте на самая большая и здесь огромный выбор морепродуктов. Мы здесь просто себе все скупили. И вот такая атмосфера здесь внутри в кафе. Сидите и ждете еду. Итак, у нас самая дорогая вещь на этом рынке. Это вот эти вот штучки. Они стоят 300 за килограмм. Это похоже на какую-то очень жесткую креветку. Внутри была икра. Вы съедаете, получается остается такой хвостик только. Это тоже одни из самых дорогих ракушек. Вроде бы что-то около 300 стоит. Смотрите, вот ракушечка. Втыкаем в нее вилочку и вытаскиваем оттуда мясо. О, вот такая штука получается. Дальше можно ее, в принципе, в соево соуса кидать. Соль у сперта. Обалдеть. Брусящий кальмар. Кальмар студий. Как вам такое название? Следующее у нас это какие-то ракушки. Их стоимость в 100 тысяч донгов. Вот такая ракушечка. Там внутри мясо. Ну, соответственно, берем вилочку. Это мясо достаем. И оно, это мясо приготовлено, видите, чесноком. Сделано на гриле. Обалдеть. Это вкуснота какая-то. Они такие, что у нас все измазаны в чесноке. И такое ощущение, что каким-то сыром все ли полито. Такой вкус. Просто хочется взять ракушку там всю смотри. Не обрезать ее. Это пока что самые вкусные ракушки, которые мы взяли вот здесь. Ну, а мне остались такие вот пустые штучки, которые я могу обрезать. Потому что пока мы тестировали, записывали видео, Виталик сожрал все, что было на этой тарелке. Так вкусно? А, нет. Нашла одну штучку. Смотрите, какая классная глазастая улитка какая-то. Блин, они такие вкусные. Запомните, вот такая ракушка цветная. Следующая ракушечка чуть больше. Мы взяли их две штуки протестировать в каждом по одной. И там вообще много всего. То есть какая-то зелень, какое-то мясо, орешки. Ну-ка, просто так берем. Нереально. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Невозможно написать вкус какой-то волшебный, знаете. Я бы еще раз таки штук 20, наверное, съел. А самая ракушка выглядит вот так вот. Она. Пустая уже. Я тоже ее сейчас попробую. Я чувствую себя как будто в каком-то шлицарском ресторане. Я на дегустации рыбных блюд. Сейчас попробуем. Она вот в такой ракушке красивой. То есть ее открыли и готовили прям там. Класс. Вообще обалденно. Да. И так много мяса у нее. Эта ракушка очень вкусная. Действительно. Потрясающе нежный вкус. Друзья, следующее блюдо я ни разу в жизни еще не пробовал. Это гигантская ракушечка. Вот такая. Из нее уже все вытащили и готовили внутренностью на гриле. Ракушечку мы убираем. И все эти выгрузки сейчас находятся здесь. То есть это подается с овощами. Много овощей. И сверху, как вы видите, вот эти кусочки улитки, которая была внутри. Или ракушки. Как ее назвать? Слизняк такой. Какой-то слизняк, да. То есть его разрезаем в кусочки. И можно его в соус окунуть, кстати говоря. Соевый. В соевый соус окунаем. Он тоже, знаете, такое мясо хрустящий кальмар. То есть как кальмар, только чуть потверже. Он так приятно на зубах хрустит, так скользит. Фишка в том, что его невозможно быстро съесть. Ты его так жуешь, он хрустит, хрустит и ты наслаждаешься. Ну, выглядела эта улитка не очень красивая. Ракушка у нее красивая, сама она по себе как слизняк. Какая-то твердая картошка. Реально жесткая такая. Она же такая пятнистая. Ну, такая жесткая. Жесткая тема. Ну, не знаю. Слизняк не очень. Следующее блюдо, ребята, это маленькие осьминожки. Принеси такую тарелочку. Здесь две осьминожки. Одна острая, одна не острая. И ножницы, чтобы ей все дело отрезать. Но я так есть не люблю, потому что так не вкусно. Поэтому мы берем целиком вот немножечко вот такую вот. Смотрите, какая она кусочка. Опа-опа-опа-опа. Смотрите, как на жирок трясется. Сейчас мы попробуем ее. Нужно было воспользоваться ножницами. Нет, вкусно все. Все очень вкусно готовят. Божественно. Я в полном восторге. Я обожаю морепродукты. Если вы будете в Муне, ничего кроме морепродуктов вообще не ешьте. Только морепродукты. Есть их огромное количество. Они недорогие. Где такое еще встретишь? На Занзибаре. На Занзибаре они подороже. Здесь, в Вьетнаме, самые дешевые морепродукты, которые я отвечал. Это огонь. Бомба. Кстати говоря, немножко был острый. Я думаю, что сделали специально острый и принесли его в самом конце, чтобы мы не отравились. Потому что мы сейчас съели достаточно много морепродуктов разных совершенно. И ракушки смешали с улитками, устрицами и так далее. Ну, и у нас осталась целая тарелочка креветок. Я думаю, каждый знает вкус креветок. Если вы до сих пор не знаете вкус креветок, мне искренне жаль. Вы должны приехать в Муне по Вьетнаму и поесть здесь креветок. Все едим руками, ребята. Все едим руками. Когда вы приходите в такие заведения, если вы едете на скутере, соответственно, руки грязные, всегда есть туалет. Обязательно идите, мойте руки с мылом и потом кушайте. Потому что если не помыть, можно нехило оторвануться. Сначала запихиваем креточку в соевый соус, потом в сольку с перчиком. И потом, собственно, она улетает вон туда. И ностальгия, и радуга вкусов по креветочкам. Блаженство. Итак, ребята, наш чек, смотрите. Здесь все расписано, что столько стоит. 835, да? Как-то вот так. То есть самый дорогой, получилось, она стоит 200, да? 200, это креветки килограмм. Ага, остальные все по 100, по 140. В общем, мы просто все это взяли, чтобы вам показать. Сами мы бы столько, наверное, не взяли. А для видео, ну, чтобы показать, чтобы контент был, чтобы как можно больше всего. А так, если сюда будем прижать, берите просто вот эти вот креветочки, и берите вот эти вот ракушечки. Этого там на 200, этого на 200, и вам вот так вот хватит, очень вкусно. Деньги отдали, у нас в наличке осталось 105 тысяч донгов. Кажется, пора ехать в банкомат. А вот и банкомат. Сейчас мы узнаем, сколько стоит у Танюхи массаж. Массаж эротический есть у вас? Нет. Видите, ребята, эротического массажа здесь нет. Обычный, так что не пугайтесь. В среднем 100 донгов. Ага, 100 донгов, средний ценник, тысяч за массаж. Попозже сходим, да? Да, мы придем попозже. Все. Спасибо большое. Все, нам уже понравилось. Какая самая популярная экскурсия сейчас русских туристов? Самая такая, которую больше берут. Далат, да? Далат, да? Далат, да? Далат, да? Двадцать пять долларов. Двадцать пять долларов в Далат съездить? Нет. Тут вообще очень дешево. Ребята, Таиланд со своими ценами просто отдыхает. Нет, конечно, в Таилане. Очень дешево, реально. Двадцать пять баксов в Далат. Это хорошо, сказочная бухта с Норпинг. Пятьдесят пять, как круиз. Очереметь. Отходим 10 метров, уже другая турфирма сразу же. И так вот турфирма, 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 вообще капец. Приезжали давно, вот вы как были, так и есть. Конечно. Так что приходите изучить, может что-то вас заинтересует. Да, спасибо большое. Конкуренция большая сейчас в Муйне? Очень большая. Жесть, да? Как вы желаете? Вот поэтому цены совсем... Нет, цены, я смотрю, реально какие-то неадекватные, дешевые. Далат, двадцать пять долларов, тоже ехать далеко. Отсюда шестьдесят пять есть. Капец круто, да? Потому что сейчас на массаже к нам зайти. Хорошо, да, спасибо. Я действительно помню Муйне пять лет назад. На тебя никто не обращал внимания. Да, и здесь было, ну насколько я помню, ну может быть одна-две русские турфирмы, которые людей там на экскурсии отправляют, сейчас же их столько много. И прям сами русские выходят, вот эти брошюрки раздают, то есть реально жесткая конкуренция. Так что прям тут не позавидуешь за бизнес, сложно держать, сложно его держаться на плаву. Вот смотрите, ребята, еще есть, короче, виртуальная реальность. Прям на главной улице стоит. И сколько стоит такое? 50 даньгов в пять минут, и проезд на качели 100 даньгов. Угу. Вот такая конструкция. Сюда садитесь, вам одевают виртуальные очки, и вы вперед в мир реальности улетаете. На качелях поднимаемся на высоту 200 метров. Кто любит экстримы, это очень прикольно, что ли. Здесь есть бесплатный тест, 30 секунд, сейчас я вам скажу свой вердикт, стоит ли это того. Сделайте так, чтобы он сразу упал. Попробуй к краю подойти. Да ну нахрен, еще. Шопец, она шатается. Я даже не знаю, что снимать, смотрите, вот что он видит. Давай, к краю подойди. Да ну нахрен. Давайте поменяемся. Фу, я аж вспотел, короче, все. Прощай, Лизон. Да, реальность крутая, конечно, сделана. Сейчас, друзья, будет отсылочка к видео пятилетней давности. То есть Лиза сейчас будет называть экскурсии, которые здесь есть. Вот по этой брошюрке их стоимость. И я буду вставлять в кусочки видео, которые были сняты 5 лет назад. Но там, конечно, совершенно другой формат. Как раз посмотрите, как мы снимали 5 лет назад. Ну, во-первых, то, что первым делом посещают Муйне, это, конечно же, ручей Феи. Следующее место, которое я посещаю здесь, это песчаный дюйм. Экскурсия туда стоит сейчас 25 долларов. И когда мы ездили в Далат, мы еще посещали Ни Чанг, Вин Пёрл. Эта экскурсия сейчас стоит 65 долларов на человека на один день. И 110 на двухдневную экскурсию, на которую мы и ездили. Сейчас здесь есть классная экскурсия. 55 долларов сейчас стоит 3 в 1. Это грязевые источники Бин Чао, когда вы мажетесь такой глиной классной. Посещаете гору Такуо с Будой лежачим. И едете потом на крокодиловую ферму, где вот это развлечение, когда вы на удочку рыбку вешаете и кормите крокодилов. Вот, тоже очень классная. Нам, в принципе, очень нравилось. А еще мы сами ездили отсюда, около концепта находится маяк. Мы туда ездили на байке 40 километров примерно ехать. Маяк тоже очень красивый. Вечером улицы превращаются в оживленный Бангкок. С одной только разницей, что здесь 90% русскоязычного населения. А мы сейчас отправляемся проверить массаж у Тани. Мы сейчас слышали, что она сказала? Русскоязычного населения. И как бы вроде бы она оговорилась, а с другой стороны реально здесь 90% русские живут и владеют бизнесами разными. Зашли мы к Тане на массаж. Все занято. Сидим, ждем. Прикиньте, поток вечером. Параллельно еще, видите, чаек разливают. Чаек с мятой, с конфетками. Я буду делать себе сейчас вот такой массаж. Массаж ног. А Лиза сделает себе полный массаж и отправится вход туда в комнаты. И там тетечка будет видеть именно это. Массаж начинается, правильно, с мытья ног. Если вначале моют ноги, значит массаж хороший будет. Как будто взяли мазь, так называется. Втирают и массаж уже заканчивается. А еще вот так плево делают. Очень крутой. Еще в конце, видите, такой ручкой нажимают. Там так до боли. Проминает. Хорошо. Приятная боль. Короче, массаж Танюха отработала. Нормально. Мне массаж ног понравился. Отличный массаж, брата. На массаже тела на лицо кладут какие-то огурцы. И ты прямо, когда тебе делают всю верхнюю часть, лежишь в этих огурцах. И после этого кожа такая мягкая. Там есть отдельный массаж с маской. Я его не брала, я брала обычный массаж. Здесь на массаже делают вот такие маски алоэ. Это про что я вам говорила в прошлый раз. Смотрите, как даже на сисечки положили. Я в релаксе. Из алоэ, смотрите, получается все таком прозрачном. Это мы у Людки в массаже. А? У Людки в массаже, да? У Людки? Ну, у Людмилы, да? У Тани. А, у Тани. Массаж у Тани. У полотенца. Просто, мне кажется, на заставку можно ставить. Ну, нормально раку сделать заставку. На мумил похож, да? Нет. Мне сама интересно было, как это выглядит. Ребята, по фруктам в Майонет зацените. Короче, есть манго трех разных видов. Зеленый, вот такой, вот такой манго. Это, в общем, вот типа груша, там груша-яблоко. Такой у них вкус странный. Мангостины, ланганчики, маракуйя, это сахарное яблоко, это ранбутаны, мандаринки, папайя, бананы, арбузы, ананасы и драгонфрукт. В общем, полный фарш вообще. Все фрукты Азии. Нам написали в комментариях, ребята, расскажите, пожалуйста, как обстоят дела в Майонет с алкоголем. Как вы сейчас видите по правую сторону видео, здесь все с этим хорошо. Но мы пьем фруктовые шейки и вам советуем. А вообще, кроме алкоголя, здесь еще куча сувенирки продается. Есть такие длинные магазины, есть и футболки, и вот такие милые дракончики. Классно. В нашем отеле есть одна из самых крупных в Юго-Восточной Азии школ по виндсерфингу. И здесь находится станция. И сейчас мы будем с Виталиком брать первый урок наш вообще в жизни по виндсерфингу. Все начинается с обучения. Есть еще один шкотик, который нам сегодня очень пригодится. Вот смотри, представь, что я ветер. Я ветер начинает тебя тянуть. Что ты будешь делать? Я буду скоряться! Только таз вперед, таз вперед. А, таз вперед? Да, плечи назад. Вот, и ручки прямые. Я сейчас представляю, что ты на воде надо сделать. Я просто это не представляю. Лиза четвертый раз пытается поднять парус. У нее не получается. Сейчас она поднимает его, потом падает сразу. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, профессиональный попсон уже мастерски катается. Я тут плыла до туда, развернулась и приехала сюда сама. А-а-а! У-у-у! Круто! Но все так классно. Ветра не очень много с утра, поэтому не так сильно тянет парусник. Вот там так прям. Видно, круто! Лучше, чем на чертинге. Лучше, чем на чертинге. Да, и проще намного. Не надо запыхиваться, ловить волну. Ну что, дорогие наши друзья, вы готовы увидеть то, ради чего вы приезжаете отдыхать на разные курорты? Это, конечно же, море. А в данном случае это море курорта Муйне. И сейчас вы будете разочарованы. Особенно тех, кто едет сюда купаться в этом море. Вот оно позади меня, друзья. Вот оно, море Муйне. И оно не для купания. Я еще раз повторюсь, оно не для купания. Сюда приезжают, чтобы заниматься кайтсерфингом, виндсерфингом, заниматься серфингом, но ни в коем случае не для купания. Особенно, если вы приезжаете с детьми, и вы думаете, вот сейчас вы тут покупаетесь. Нет, здесь такого невозможно. Это мутная, грязноватая часть Вьетнама курорт Муйне. Поэтому, ребята, знаете об этом всегда. Мы здесь были пять лет назад, была такая же ситуация. Мы приехали убедиться в этом, и мы убедились. Этот курорт для экстремалов. Виндсерфинг, кайтсерфинг, купаться здесь просто нереально. Конечно, если вам пофиг, в чем купаться в волнах, то ради бога. Но если вы едете с детьми, с маленькими, со взрослыми, я думаю, что это вам не подойдет. Поэтому выбирайте или Фукуок в Вьетнаме, или выбирайте курорт Ньичанг. Там спокойное тихое море. Здесь в Муйне обязательно берите отель с бассейном, чтобы можно было покупаться. В прошлый раз мы жили в Муйне целый месяц. И когда кого-то встречали, они такие спрашивают, типа, вы сколько здесь? Мы такие, месяц. Они такие, а вы кайтите? Мы такие, нет. Они такие, а что вы здесь делаете? А что здесь делать вообще? Поэтому сейчас мы приехали всего лишь на три дня, да? Да, мы приехали на три дня. Но, в принципе, мне, наверное, нравится атмосфера. Вот там на улочках классно. Можно вкусно покушать, там фрукты. Все очень дешево. Массажики поделать. Кстати, да, я сейчас пойду опять на массаж. А так, конечно, вот море. Простите, конечно, после Занзибара. Ладно, я не буду сравнивать, но просто, конечно. Что это? На Фукуоке лучше согласись? На Фукуоке лучше. Если вы летите именно за морем, блин, даже этот дободный кусачий планктон. Не побег. Лучше Фукуок выбрать. Там тоже вкусненько, готовят, и можно хорошо отдохнуть. Тут везде огромное количество разных туристических контор. Мы просто в первую попавку зашли и взяли себе автобус из Муне в Ничанг. Ехать он будет 5 часов. Стоит 150 тысяч донгов на человека. А нас 300 вышло на 2. И брали мы в Pacific Ocean Trail. Ну, опять же, не реклама, реально клевый парень. Нас знает, кстати. Говорит, на Фукуоке все. Я вот сейчас вчера смотрела. А, это же вы жили на Фукуоке. Он еще как-то говорит, как там, типа, поехали, поехали. Говорит, а, своим ходом. Прикольно, так люди ассоциируют, вообще классно. Все, и то есть, получается, мы в Муне 3 дня, и через 3 дня вот этот автобус будет, и мы уезжаем в Ничанг. И там пробудим 7 целых дней. А вот и наш автобус подъехал. Смотрите, какой большой, здоровенный слипбаз. Здесь надо обувь снимать на входе. Еще вот такие пакетики. Вот такая здесь атмосфера в этом автобусе. Мы лежим на вторых полках, на втором этаже. Там внизу, и, как видите, у нас слипбаз. То есть, мы можем ехать все 5 часов и просто спать. Это прикольный автобус. Зацените, какие виды по дороге встречаются. Такие белые-белые пески, аж блестят. Тянется. Ходячий мертвец. За камерой за своей. Жить без нее не может. А еще здесь есть внутри автобусный туалет и работает кондиционер. Нам осталось ехать 20 минут, и автобус шел вообще без остановок 5 часов. Никаких там ужинов, обедов и тому подобного поесть нигде не было. Так что имейте это в виду и берите с собой еду и воду. Все, мы доехали до нужного места. Сейчас нужно поймать торси и доехать до отеля. Только прилетели с дороги, обзор отеля вам сделаем попозже. Просто хочу сказать, что мы счастливы, мы доехали. Все четко, все шикарно, все быстро. Отель называется Камран Ривьера, он сейчас находится на заднем фоне. И прямо здесь у входа находится свой собственный аквапарк. Здесь же прямо рядом с аквапарком находится бар, по системе все включено. Здесь вечером проходит дискотека, такой барчик, клубчик. И вот такая атмосфера здесь, все близко, все рядом, никуда далеко ходить не нужно. Покупались в аквапарке, прошли буквально 100 метров, хоп, все, и вы уже на территории отеля. Номер нас приятно удивил. Как обычно, большая, белая, просторная такая кровать. Четыре мягкие подушки, тумбочки, светильники. Здесь рабочее место, тут все заряжается, зеркала, телевизор. Лизончик упаковывает одежду, чтобы все красиво смотрелось. Здесь мини-бар, всякие разные напитки. Капитан Морган, Red Label, в общем, водочка там, бокалы. Винишечко, фруктики. Здесь имеется чайник, чашки, кофе, чай, водичка. Здесь, конечно же, обязательно холодильник. О, какая красота. Но не спешим радоваться, все это платно за отдельную денюжку, кроме чая и кофе. И дальше здесь такая шторка, ее можно открыть, если вы любите смотреть, как ваш молодой человек или ваша девушка моется. Вот здесь кондиционер, зеркало и сама ванная, такая душевая, вот душ в виде грибочка. Есть вот такая штука, чтобы помыться. Вот, видите, лизончика видно в нашу комнату. Душ, ну и вот здесь вот раковина, всякие гели для душа. Вот видите, тут очень много всего шампуня. И здесь зубные щетки, тоже всякие принадлежности. И вот такая зона туалета, телефон, сам туалет и здесь туалетная бумага и еще что-то интересное. Также имеется два халатика, тапочки, зонт, если пойдет дождь. И даже есть свои телесы, и можно свой жирок взвесить. Еще имеется два комплекта тапочек и здесь сейф. А теперь самая интересная часть нашего номера. Под бокальчик вина я выхожу, посмотрите какая красота. Здесь вот такие балконы стеклянные, панорамные, очень много этажей. И вот такой вид открывается на море, на горы и на наш бассейн. Территория отеля, как видите, очень большая. Уже не терпится сходить посмотреть, что же там на пляже нас ждет. Субтитры сделал DimaTorzok Мы вышли из нашего номера, живем мы на седьмом этаже. Начнем мы с самого святого, ребята. Это, конечно же, завтрак. Давайте посмотрим, что здесь на завтрак дают. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вы сами все видели, я устал просто ходить и снимать все это огромное количество еды. Но взял еще немножко омлетик, мои любимые димсамчики с соевым соусом. Красота. Определенно, ребята, димсамы, вот эти вот, это тесто с мясом, похожие на наши пельмени, я их обожаю. Это моя любимая еда, наверное, после морепродуктов, которая есть во Вьетнаме. Они бомбические. А после завтрака начинается основной обзор отеля от своим ходом. Ребята, в общем, выходим. Здесь такая территория, то есть можно позавтракать, пообедать, поужинать. Вот здесь внутри с кондиционером можно на улице покушать, да? И здесь же находится первый ярус бассейна, где все загорают, такой чил. Здесь тоже все работает по системе, все включено. Есть свой мини-бар, где можно все заказывать сколько угодно. Главное не перепить. Ну, а если вы все-таки переели, то здесь есть спа. Но самое главное, это, конечно же, тренажерный зал со всеми абсолютными инструментами для спорта, тренажерами, чтобы привести себе форму. Вход в тренажерку происходит через спа-центр. Здесь такая елочка с подарочками. Очень вкусно пахнет, так ароматно. И сквозь спа мы попадаем в тренажерный зал. Посмотрите, собственно, здесь всего можно посидеть, если вам лень заниматься. В общем, велосипеды, беговые дорожки, большое зеркало. Ну, и вот такой комбо-тренажер на все группы мышц. Также штанги, гири, гантели, короче, все есть. А знаете, что самое интересное, ребята? Посмотрите, вот сюда ни одного человека нет, никто не занимается. Я уже не занимался год, нужно срочно справляться. Ребята, занимайтесь спортом. Не заплывайте жирком, как своим ходом. Позанимались, самое время показать вам основную территорию. Вот мы плавно подходим к бассейну. Первому, вот он такой большой. Люди загорают все, нежатся под лучами солнца. Как видите, бассейн такой достаточно большой, глубокий. Тут в баре есть два меню. All Inclusive, то, что входит в All Inclusive. И есть отдельное меню за отдельную плату. Здесь можно самому, сколько хочешь, наливать белое и красное вино. Здесь же у бассейна выдаются полотенца. И вот такой вид этого бассейна на корпус главный нашего отеля. Смотрите, какая красота, такая зелененькая. И вообще мне очень нравится дизайн здания. Настало время проверить первый бассейн. Да, колезончик уже заходит тестировать. Так, Света, теплая водичка. Мы отправляемся в плавание. Корабль возвращается с дальнего плавания. Как вам? Круто. Понравилось? Попальник красивый у Лизончика, ну, видели? Новенький. Купила в 69 слэм. В Муйне. Очень классный. Удобный. А еще кепку заценили? На кепке наш любимый вид транспорта. Это скутер. В Вьетнаме даже купили. В каком-то магазине в Хашимине. Я хочу есть. А меня не пускают пока едет сыну. Русланик. Садян. Такая сексуальная. Очень красивая. Такая огромная штука. Прям секси-шмекси. Очень. Тяжело. Очень романтичная девушка. Прям есть на обед? Я хочу есть. Прям покажем всем обед. Завтра как мы им показали, погнали на обед. Как видите, мы были правы. Весь народ из бассейна испарился и все сейчас обедают. Обед полностью снимать не буду все блюда. Покажу такую общую картину, потому что так же много, как на завтраке. В общем, здесь у нас разные соки. Кофе, чай. Это самая прикольная тема. Смотрите, два огромных вот таких вот чана. Здесь, короче, красное вино, здесь белое вино. Петь сок хотите. Тут можно себе сделать вот такой вот салатик из всех этих овощей. Это отдельный такой стенд с десертами. Всякие тортики, пироженки. Вокруг этого столба разные горячие блюда. Давайте посмотрим восьминоги. Картошечка всякая. Вот такая запеченная с сыром. Это рыба. Здесь у нас такой стол с фруктами нарезанными. Здесь можно взять себе хлеб, масло, тосты сделать. А здесь на завтраке делали нам яичницу. А сейчас можно заказать себе суп. Картошка фри. Вот курица нарезанная. И вот такие супчики. И такой детский уголок для детей. Тут, видите, овощную рагу. Макарошки. И вот такие мясные шарики с рисом. Ну, из всего этого мы взяли себе всего лишь морепродукты. Это вот осьминожки. Какие-то тефтелики из мяса. Там кусочки рыбы. И лизончик немножко взяла, да? Много не кушаем. Ну, морепродукты в основном у нас. Сейчас протестирую. Так уж и быть. Давайте вот осьминожку протестируем. Скажу вам, Карлица готовит. Обалденно. А что вы еще от меня ожидали? Мне все нравится. Я уже съел седьмое, наверное, пирожное. Принес лизончик. Попробуй. Смотри, что это самое офигенное. Прямо берешь. Прокусываешь насквозь. Давай. Смотрите, а еще он мне принес. Чашечку чая. Пакетик отдельно. Отдельно водичку. Представляете, какой сервис? Заботливый попсон. Я знаю. Давай. Просто вот кусаешь, вот так вот целиком прям на две части. Откусываешь. Какой аромат. О-о-о. Мощно, да? Понравилось? Вкусный уже попсон. Да что? Да. Да что не было? Вся территория отеля пересекается вот такой вот тропинкой, мощеной. Видите, можно в отель добраться. Можно попасть в бассейн. Есть такие вот специальные кувшины большие, чтобы сполоснуть ноги, да? От песка. И как вы видите сейчас вот по этим указателям, здесь еще есть и отдельные виллы. Очень крутые, которые я вам уже показывал с воздуха. Вот в них тоже можно пожить, но там цена, конечно, намного выше. На территории отеля также находятся вот такие небольшие прузики, вокруг которых просто приятно прогуляться. Этот отель молодежный, но большинство пар сюда приезжают с детьми, и поэтому здесь для детей создано очень много условий. Это бассейны, развлечения, всякие детские площадки. В ресторанах это детское меню. И когда заканчивается детская анимационная программа, начинаются взрослые развлекательные там дискотеки и так далее. Друзья, как дела? Спускаемся ниже, и на втором ярусе у нас следующий бассейн, он уже чуть поменьше. Он уже в таких квадратных формах, тоже есть бары по системе, все включено. Ну вот такая атмосфера, пальмочки стоят, шезлонги таких, знаете, на каменных островах. Прикольно смотрится. Помимо самого этого второго бассейна, да, здесь еще видно вот огромный такой ресторан, где можно покушать. Так, глубокий этот бассейн второй? О, метр семьдесят пять. О, хорошо. И знаете, что самое крутое, что никого нет, потому что все жрут на обеде, а мы купаемся. Ну и самое главное, ребята, посмотрите, какой шикарный здесь собственный пляж. Здорово сделано, очень много лежаков, есть пустые места, потому что все ушли на обед. Друзья, мы в шоке. Сейчас вспоминаем пляжи Фукуоко, вспоминаем пляж Муйне и понимаем, что вот это, это в тысячу раз лучше, чем Лонг Бич на пляже Фукуоко. Это что-то, что-то фантастическое вообще. Здесь еще и волны есть, там можно прийти со своей доской для серфинга, или с такой, знаете, короткой доской, чтобы на животе покататься на волнах. Нереально. Это круто, вообще. Эти горы такие живописные, зелень кругом делают свое дело и влюбляешься в это место. Я в шоке. Я, честно говоря, не ожидал. Я думал, что все, что мы увидели с вами в Муйне, все, что мы с вами увидели на острове Фукуок, это, знаете, такая вот самая атмосферная и райская природа, которая есть во Вьетнаме. А нет, нет, вот она. Ничанг, пожалуйста. Пригород Ничанг, это такая красота. Водичка прохладная, да? Да. Такой крутой вид вообще просто. Я шокирован. Я шокирован до глубины души. Давайте проверим водичку. Посмотрите, какая она прозрачная, бирюзовая. Я вообще обожаю, когда на море не тише гладь, а когда волны. Когда ты не просто как тюлень плаваешь в гладкой ровной водичке, а когда тебе нужно сопротивляться волнам, побултыхаться. Волна. Очень круто. И что немаловажно, людей-то мало. Здесь есть опасные течения обратные, так называемые. И очень важно обращать внимание на флаги, можно ли купаться или нельзя. Но если что, здесь дежурят спасатели. Но все равно будьте, пожалуйста, осторожны. Лиза купаться боится, потому что волны. Но я не боюсь. Давайте проверим. Теперь я понимаю, почему все так любят ничан. Потому что море волшебное. Такая вода шикарная. Прозрачная, чистая. КОНЕЦ Продолжение следует... И здесь, на территории этого пляжа, есть еще третий бар, тоже по системе все включено. Классный коктейльчик, такой легкий, прям для меня, и сладенький. А сейчас самое время отправиться на ужин, и мы вам покажем, что у нас на шведском столе на ужин. Я готова есть мое самое любимое занятие в мире. Друзья, чтобы вы понимали, насколько отель заполнен, просто давайте я покручу камеру. Это сейчас ужин, смотрите, негде вообще сесть. И все места, которые еще на улице ездят, барбекю, тоже абсолютно все занято. Популярный такой отель, кстати, русский. А это вот мой изысканный ужин. Одна шпажка, рыбка и вино. Красота. И сегодня мы вместе с вами отправляемся в русский круиз на катамаране из Нищанга. Покажем, что из себя представляет сам катамаран, он трехпалубный. Здесь очень весело, очень круто. Покажем природу и что входит в эту экскурсию. Погнали. Экскурсия начинается вот с такого автобуса. Мы вчера до 4 ночи были в клубе, который на крыше находится. А сейчас уже в Сукурсии. Ребята, никогда не писайте с клубов до 4 ночи, если вам в 6 утра на экскурсию. Сейчас время в 6 утра. Мы поспали в 20,5 часа. Мы приехали в порт. Смотрите, на горизонте видно весь Нищанг. Строятся отели и вот наш большой катамаран. Спускаемся. Я назвал этот круиз отрезвляющим круизом после клуба. Так, вот нас тут встречает всех, команда. Это то, что нам сейчас нужно, ребят, с утра. Безалкогольные коктейли. Как говорится, welcome drink. Добро пожаловать на катамаран. Здесь получается целых 3 палубы. Вот сейчас нижняя была. Здесь находится вторая палуба, где будет происходить дискотека. Потому что у нас пенная вечеринка. Еще есть третья верхняя палуба. В общем, здесь танцпол. Вот верхняя палуба, третья, называется бабушка стайл. Мне кажется, она нам подходит. После клуба самое толще. Мы заняли вот такие вот места на третьей палубе. Очень крутые пуфики мягкие. Вообще здесь много места. И вот эта штука прикольная. Типа искусственная трава. Правда мокрая, потому что ночью дождь был. Этот катамаран работает по системе «Все включено». Стоимость 75 баксов на человека. Это на весь день. Напитки все включены. Да, вся включена. Телезончик уже разделать. Наш алкоголь включен. Я думаю, нам уже не нужен, да? После страшной ночи бурный. Сегодня будем просто загорать и попаться. Весь наш катамаран полностью заполнен русскими туристами. Все говорят на русском. И вся программа развлекательная для русских. Вы все приехали отдыхать, поэтому можно сейчас утром сразу переодеться и не одеваться обратно до этого момента, пока мы не вернемся сюда в порт. У всех уже у нас зима, у всех дома минус, снег и холодно, поэтому в ресторан купальный костюм обможно. Сейчас происходит развлекательная программа, нужно угадать, что за музыка. А мы продолжаем, мы слушаем следующую композицию. Смотрите, а это Лизончик участвует в конкурсе. Кто дольше пролежит на пуфике? Там есть кита. Я могу еще в конкурсе участвовать, кто больше съест. Увидели фотографы и предлагали фотосессию. Они вас сначала снимают, а потом, если выбираются фотки, вы можете купить. А я, чтобы на фотки? Нет. Конечно, для русских делают очень специфический отдых. И он тем и прекрасен, потому что собираются совершенно разные люди с разных городов. И все веселяются, отдыхают, общаются. Очень классная атмосфера такая. А мне вот нравится здесь, на этой палубе лежишь и такие красивые виды открываются. Очень весело. В твое мы пока что полчаса всего. У нас все день, друзья. Мы домой возвращаемся в 3 часа дня. А Лиза, у меня кепка поджала, кстати, смотрите. Давай, отжала мою кепку с байком. Он подходит под мою новую купальню. Такое ощущение, что, друзья, мы вообще не во Вьетнаме. Я себе как-то по-другому представлял, честно говоря. Вот Ничанг, его окрестности. Очень живописно, очень красиво. Горы, посмотрите, как роста. А еще я хочу сказать, ребята, как же сложно снимать видео, когда ты до 4 утра тусил в клубе, 2 часа поспал и тебе нужно снять видеоблог. Я надеюсь, что вам нравится, но я себя чувствую не в своей тарелке, но нужно снимать, нужно, нужно работать. А я бы почувствовала себя в чьей-нибудь тарелке впечатляющей, очень-очень жесть. Вообще жесть. Там все танцуют, мы просто на них смотрим и вроде бы хочется тоже потанцевать, но мы вчера отплясали уже наверху. Мы пришли на остров Орхидей, смотрите, вот это остров. Очень вот эти камни похожи на сейшельские. Офигенски смотрятся. Как будто реально на Сейшелы приплыли, да? Да, да. Вода только чуть-чуть. Наш катамаран к самому берегу не может подойти, поэтому вот здесь он остановился, и мы сейчас на маленькой лодке уплывем к берегу. Вот такая вот лодка у нас. Спасательные жилеты, все есть. И на этом острове Орхидей у нас будет целых 2 часа слоны, всякие животные, можно покупаться, еще водные развлечения. Еще есть парклапочка, я очень хочу. Ага, вот эти камни, смотрите, действительно как на Сейшелы очень похожи. Нас доставляло целых 2 таких лодки, чтобы там всех хватило. Потому что народу, несмотря на несезон, сейчас, да, здесь в Ничанге, все заполнено. В общем, вот такая красота. Выходим с пирса и первым делом видим замечательный пляж. Длинный, живописный, красивый, много людей купается. Песочек, песочек такой желто-белый. И вдоль береговой линии очень много кафе, есть магазины с одеждой, сувенирку можно купить. Так что не пропадете. А вообще очень красиво еще. Горы эти живописные с облаками, конечно, делают свое дело, картинка получается изумительная. Давайте сразу сходу проверим водичку. Что у нас за водичка чистая хоть? Ну-ка. Слушайте, ну такая, немного мутноватая, потому что, видимо, песок поднимается. Непрозрачная, но теплая. Такая достаточно уютная атмосфера. Посмотрите, музычка играет. Очень много вот этих зонтиков, навесов, где можно посидеть, отдохнуть от солнца, пойти покупаться. Взяли себе 2 кокосика, один стоит 30 тысяч донгов. Крутой, вообще свежий кокос такой. Здесь на пляже есть вот такие водные развлечения. Планета, водные скутеры и парашют. Здравствуйте. Сколько? Парашют? 1,7 млн. 1,7 млн. 1,7 млн. 1,7 млн. 1,7 млн. 1,7 млн. А скутер? 500. 500. Кстати говоря, в отличие от Таиланда, возят достаточно большой круг. Сейчас парень уже летал и действительно добротно. 1,8 млн. В отличие от punya толщины verschони. Аккуратно пом detectать г matrix от Сoker 2,5 млн. 1,8 млн. А Виталик летает на дроне. Мое любимое занятие. Полетать на дроне, показать вам красивые виды. Красиво там? Да, красота. Реально какие-то Сейшелы. Ну давай, покажи нам. Ну конечно, не прям как Сейшелы, просто есть такие места. Местами, знаешь, видно, что сильно похоже на Сейшелы. Ребята, если честно, я просто не могу видео снимать. Ну просто находит на камеру. Скажи, как классно сесть там, релакснуть. Как круто сесть вот так вот, релакснуть. Давай еще раз. Как круто вот так вот сесть после съемок с воздуха. Выпить кокосик, опохмелиться. Ты как Серж Горелов, там даже красненькие такие огоньки появляются. Что нельзя говорить на видео? Так, тынь, тынь, давай нормально еще раз. Еще раз. Так классно сесть на отдыхе, выпить ананас. Сесть на отдыхе? Так классно сесть на отдыхе. В тюрьму. Так классно на отдыхе присесть на корта, выпить кокос. Взял себе кокосик, лег, расслабился. И занихнул. Кокосик же. Что-то путаешь. Так приятно сесть на отдыхе, взять кокосик, расслабиться и просто наслаждаться видами. И пукнуть. Ты просто так описываешь. Расслабиться. Спасибо. Спасибо. Расслабиться. Расслабиться. Давай еще раз. Не буду портиться. Как приятно сесть на отдыхе, взять кокос долбанный. Попыть ему эту ссаную трубочку. Давай еще раз. Ребята, как прекрасно. Запустить квадрокоптер, показать вам съемку с воздуха. Ребята, не пейте перед съемками, реально. Вчера был в клубе, я сижу и вообще не знаю, что говорить. Как прекрасно сесть, взять себе кокосик, просто расслабиться. А теперь давайте исследуем этот остров, посмотрим, кто и что здесь есть. Здесь, говорят, есть слоны, медведи и парк бабочек. Вот такой вход через живописную бамбуковую арку. Специально для Александры Белкиной цветочки. Вот, смотрите, какие красивые. Мы знаем, что Александра Белкина их любит. Слушайте, какой здесь красивый сделан парк. Обалденно, цветочки посажены, все такое зеленое. В пруду плещется рыбка, очень красиво. Здесь также проходит шоу слонов. Ну, ребята, догадайтесь, как этот кран вот так вот висит в воздухе. Кто знает, не подсказываем. А кто не знает, пишите свои догадки в комментариях. Еще здесь можно покататься на страусе. Причем такое удовольствие мы встречали только во Вьетнаме. В Вьетнаме катают на страусах. И страус может катать людей до 70 килограмм. Если вы есть больше 70 килограмм, как мы с Виталиком, то, к сожалению, вы не можете кататься на страусе, потому что вы слишком жирные. Здесь еще на острове есть очень классный водопад. Туда обычно не водят людей. Вы можете сам туда входить или сходить с гидом. Например, вы приезжаете на остров самостоятельно и идете на этот водопад. И вот он, ребятки, парк бабочек. Огромная бабочка, такая сделанная, получается, из искусственной ткани какой-то, да? А, как елка, да? Вот из чего искусственные елки делают то же самое. Заходи. Это специальные жалюзи, чтобы бабочки не улетали. О, еще и пробраться. Классно, да? Посмотрите, все затянуто сетками. Здесь гуляешь по тропиночкам и летает очень много бабочек разных. В общем, давайте я вам под музычку покажу всех бабочек, которых мы сейчас здесь снимем. Здесь еще можно покормить попугайчиков. Покупайте корм за 10 тысяч донгов. Вот так вот насыпают пакетик. О, уже полетели сразу. Ой! 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 Посмотрите, сколько у меня много попугая в руке. Круто, ребята! Смотрите, какие классные, разноцветные. Вообще суперские попугайчики. Смотрите, какие они красивые, синенькие. Выталкивают друг друга. Такая массивная дверь, ни одна бабочка не просочилась. Тут еще можно покормить оленят. 10 тысяч донгов тоже пакетик стоит. Так вот заходите и начинаете кормить. Блин, босиком. Это похоже на задеварство детей. Просто покажи. Да, да. Тихо, 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 ребята. На слоне стоит покататься 300 тысяч донг. Вот так вот. И как впечатление. Еще есть такой бедный Мишка. Но это вообще какая-то жесть. Кормить фото от него. Хорошо, да. Нет, за такое даже деньги поднять не буду. Это вообще ужас какой-то. Над Мишкой издеваются. Пойдем. У него мордник такой, да, у него? Погнали. Всегда очень смешанные чувства вызывают подобные парки. Мы уже возвращаемся на лодку. Все очень понравилось. Безумно красиво. И покормить животных приятно. Но Мишка... I'm very upset. Прибыли мы обратно в наш большой катамарант. Сейчас у нас начинается обед. Пойдем посмотрим, что там приготовили. Вкусно. Здесь у нас запеченный ягненок в розмариновом соусе с овощами. Рыбный суп. Целчан. Пирожки с говядиной и соусом. Не понял. Где пирожки? Это пирожки, да? Закинь это уже чуть-чуть. Пирожков? Пирожков, да, мясно. Дальше рис. Давай, жареного риса. Следующее. Овощи с маслом и чесноком. Жареное рыбное филе в кисло-сладном соусе. Закидывай. Свиные ребра на гриле. У меня такое впечатление, что я в Крузе по России. Такая же атмосфера. Кормят очень хорошо. Да, вот так у нас получилось. Смотрите, суп. Огромное тарелище с мясом, с рыбой. И вот такая у нас тарелка еще с рисом и с мясом. Ну и, конечно же, ребята, куда без вина. Смотрите, красное вино, белое вино. Что ты хочешь, пей. Проплываем на какой-то изумительно красивый пляж. Вот он идет. На территории отель с бунгало личными, да? И все это находится на таком маленьком пляже, который ограничивают скалы и камни. Следующий этап этой экскурсии. Мы сейчас остановились в такой бухте скалистой. Здесь можно поплавать, покупаться. Еще можно плавить рыбу. Можно... Там есть удочки, их выдают всем желающим, кто хочет поймать рыбу. Это вот, смотрите, главный желающий покупаться. Вот он. Телезончик. Расскажи, почему мы не купаемся? Что нам это не интересно уже, да? Неправильный ответ. Почему? Потому что... Жир? Да. Потому что жир. Вот так все дело происходит. Причем купаться без спасательных жилетов нам запретили. Мы уже подходим обратно в город Ничанг. Заканчивается экскурсия. И под конец рубили пенную черенку. Очень понравилась эта экскурсия. Знаете, без тупых вот этих шуток. Анимация на высшем уровне. Еда просто супер. И если вы вдруг приезжаете в Ничанг, обязательно съездите на такой круиз. Виды потрясающие. Такую экскурсию вы можете забронировать в любой террористической лавке. Она так и называется. Котомаран. На этом все, ребята. Мы вернулись обратно. Вот уже город как на ладони. Посмотрите, какая красота. Заплываем, швартуемся. Едем домой. Так, ребята. Пупсаны вообще занимаются спортом. Похудевшие. Сейчас мы вам пойдем показывать Ничанг. Продемонстрируй, Лизон. Давай. Продемонстрируй, как ты похудела. Покажи. Покажи, Лизон. Давай, как сейчас показывала. Слышишь? Давай, пупсон. Нет. Давай. Ну, поехали, Лизон. Давай. Покажи, Лизон. Давай. Покажи, девочка. Слышишь? 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 Слышишь, я беременная. Мы сняли себе скутер. В общем, стоит 150 тысяч донгов. Сезон в Ничанге начинается примерно в феврале. А у нас сейчас новогодние праздники. В общем, мы не очень вовремя приехали. Но, несмотря на это, все вам постараемся показать, рассказать. А вы, когда уже приедете, у вас будет солнышко, шикарная погода, море, купаться будете. Здесь во Вьетнаме какие-то скутеры. Вот мне вот эта штука, видите, которая между рулем не очень нравится. Но, несмотря на это, на ней достаточно устойчиво стоит рюкзак. Поэтому, в принципе, терпимо. Вот, видите, только сказал, он падает. Поэтому, когда едем, я его двумя руками держу. А там техника у меня очень опасна. Достаточно нажать всего лишь одну кнопочку, вот эту волшебную. И даже тормоз не нужно зажимать, и газ выкручивать. Все, погнали. Мы уже подъезжаем к городу Ничанг. И первое, что бросается в глаза, это достаточно живописная дорога. Такие зеленые горы, рисовые поля, красота. Посмотрим, чем нас удивит сам Ничанг. Ну что, друзья, мы въехали в город Ничанг. Сейчас проедемся по его улицам. Под музыку я вам покажу, чтобы вы поняли вообще, что такое, что он представляет из себя этот город. Очень сильно похоже на Паттайю в Таиланде. Короче, шумный город на берегу моря, где есть вся необходимая инфраструктура. Остановились возле магазинчика новогоднего. Выбираем себе новогодние шапки. Вот такая шапочка стоит всего 25 тысяч донгов, очень дешево. Отъехали на вторую береговую линию. Супчик 35 тысяч донгов. Релижь очень здоровенная, тут и мясо вообще просто. Манго тоже очень вкусный, стоит 25 тысяч донгов. Вот такие два кусочка рыбки с рисом 85 тысяч донг. Следующее блюдо стоит 119 тысяч донгов. Это огромная тарелка, смотрите, с чем. Устрицы, политые соусом. Вот так вот достаешь ее вилочкой, у тебя она сочная, и отправляешь ее вот сюда. Бомба! Ах в Крыму! Есть в Ничанге одно классное место, называется Анна Марина Парк. Здесь можно покататься на волне искусственной и вообще просто погулять. Очень красивое место. Так, видите, в Ничанге тоже идет сейчас максимальная застройка. Огромные инвестиции со всего мира сюда вкладываются. Строятся многоэтажные отели, всякие кондо. Конечно, молодцы ребята. Годик-два и будет мощнейший курорт. Он и сейчас, в принципе, привлекает очень много людей. Но еще два-три годика и будет бум. Туристический здесь. Вот как мы с вами в Муйне гуляли по улице. Помните, все на русском языке. Надеюсь, там тоже самое будет скоро. На входе в это место дается вот такая карта. Вы на нее закидываете деньги, сколько вам нужно. И вы здесь тратите, ходите без налички. Очень удобно. А потом, когда обратно возвращаетесь, даете карту и все, что осталось, вам возвращают наличкой. Мы вот сейчас взяли на 25 тысяч донгов манго себе. Здесь нормальная снежуга, в общем, там вот девчонки танцуют. Отжигают. Я пошел, прокачиваюсь на волне. По ценнику, смотрите, виллу 40 тысяч донгов, а сейчас 600 тысяч донгов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Прикольно, навыки Светленького установил, можно ехать снова на Бали А вообще мне очень нравится город Ничан Прям вот покататься на скутере удовольствие И красивые виды Не просто каменные джунгли, а действительно красивый город Расположенный в достаточно привлекательном месте Третьи гор, живописная, так красиво Представьте, что сейчас светит солнышко, яркое голубое небо Желтый, 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 а не темный песок Примерно такая атмосфера здесь, когда сезон Сейчас же, видите, нам не очень повезло Все небо затянуто Если вы любите, например, Паттайю Если вы любите Майами в вьетнамском стиле, то приезжайте Это реально вьетнамский Майами То есть тоже, как в Майами высотные здания Прямо на берегу И здесь же находится пляж Как в Майами Что, на Майами не похоже? Пляж сейчас не сезон И пляж, конечно же, грязноват Тем не менее, народ есть Купаются люди Вода теплая Так что, ребята, еда вкусная Почему бы не отдохнуть здесь недельку-другую Вьетнам отличное место для отдыха А вот здесь прямо напротив этого пляжа находится знаменитый остров аттракционов, который называется Вин Перл Мы там были 5 лет назад Там вот такая атмосфера Огромное количество развлечений Всякие колесообозрения Экстремальные аттракционы Аквапарк Есть океанариум с рыбками Короче, там есть чем заняться Мы в этот раз туда не поедем Но если вы там ни разу не были Если вам нравятся парки аттракционов У вас есть дети Вы хотите развлечься То обязательно сгоняйте Тем более, стоит это не очень дорого Что-то там в районе 2400 рублей на человека Приезжаем с территории пляжа Небоскребы Если сравнивать с Фукуоком То когда вы приезжаете на Фукуок То вы живете на острове Когда вы живете в Муйне То это такая деревня А Ничанг это город Здесь также есть вот такой большой торговый центр Винкомплаза называется Я вижу, что там очень много Маленьких магазинчиков Даже кино есть Зашли сейчас в Ливайс Взял себе вот такие вот шорты джинсовые Одни темненькие Другие белые Каждые шорты стоят 1 лям Лиза платит Тинькоу фуэрвай Знаете почему смеемся? Потому что это На самом деле отсылка к вашим комментариям Когда вы пишете, что за всю плечу я Что Виталик сам не зарабатывает И что у нас карта еще и тинькоу У нас пока нет денег У меня на очки ГЕС Поэтому я могу только купить Очки Гучини С Алиэкспресс Зашли в магазин Называется Мениса Он такой же есть В Куала-Лампуре Лизе нравится Она все время всякие сумочки покупают В Индийске Вот смотрите Такая сумочка Шестьсот тысяч дом Шестьсот пятьсот тысяч дом Классные В плане шоппинга прикольный город Я вообще покупала тросы здесь Это твой любимый магазин По покупке тросов? Да Мне вот такие нравятся Я поняла Так же будут смотреться? Если так же, то покупай А еще есть гаджеты разные Например Пауэрбанки Вот такие красивые С мишкой Шесть тысяч ампер Разные прикольные Еще есть вот такие штуки На камеру сверху вешаете, да? И получается линза фишай Можно сделать наоборот Которая макро линза Которая увеличивает Ну цена вроде такая Адохватная Вот только цвет Например стоит Сто двадцать девять тысяч дом И линза столько же стоит Короче, только что Крутому колесу Здесь выпала вот такая штука И нам на выбор дают подарок Надо выбрать Что хочешь? Виртуальные очки или этот? Да нет, как хочешь? Давай мышку лучше, наверное Очку, какие ты с вами съеду У меня будет новая мышка, ребята Классно То есть ты набрала трусов на триста тысяч? Ты по этому мышку даришь, да? Сейчас получишь Ну набрала трусов на триста тысяч Это вообще-то меньше, чем 900 рублей В общем позорище Трусы покупают мениса И в каждом уважающем себя Торговом центре На самом верху Находится огромное количество еды Всякие фудкорты Такие кафешечки, рестораны Может, чем мы занимаемся в Ничан? Вместо того, что все есть Грязевые источники Костатую Буди А мы потому что уже были везде Да, Наш Заклет Или еще куда-то Мы подходим по торговому центру Который есть в любом городе И просто тратим деньги Это прикольно Потому что мы все уже объездили И мы сейчас просто, ну, ходим гуляем, отдыхаем А сели в ресторанчике Место, где мы сейчас находимся Называется сам торговый центр Винкомплаза Видите? Четвертый этаж И здесь есть японский ресторан Вот так называется место Сейчас протестируем Ну расскажу, чем заниматься в Ничанге, давай Можете съездить на остров Орхидеи Берете паровчик, сами едете Можно съездить на остров Обезьян Можно взять экскурсию, съездить на острова На водопад Бахо Очень классный водопад Ехать примерно 40 километров Можно съездить на пляж Заклет Очень популярный пляж с белым песком Вы, наверное, спросите, почему мы все это не сделали? Не знаю Можно съездить в Далат Потрясающий город Нам очень понравилось Мы тоже там были На несколько дней в горах находятся На фабрику по изготовлению кофе Можно тоже съездить Тоже в Далате находятся Здесь в Ничанге очень много грязевых Таких, как лечебниц Которые можно прийти и целый день там провести Массаж, сделать грязью, мазаться Купаться в бассейнах Которыми воняет, знаете, яйцами Как в Евпатории, в Крыму О, и нам пришли первые роллы, смотрите 8 штук На самом деле, просто мы уже долго находимся в Вьетнаме Ну, почти месяц И мы, знаете, хотим просто вот последние 3-4 денька И ничего не снимать Даже никуда не ездить Нам хватило Фукуока Мы там полностью его сняли Нам хватило Муне Тоже там везде поносились, поснимали А здесь мы экскурсиями все мы ездили Хотим просто посмотреть на город Потому что в Ничанге мы не были А у нас здесь всего 3 дня, грубо говоря Потому что впереди у нас Новый год И он будет проходить в том месте Где мы никогда не встречали Новый год Это будет необычный формат Мы же ждем его А пока просто отдыхаем, набираем сил Потому что там будем очень много снимать Друзья, роллы очень вкусные Мы уже, видите, 2 порции съели Еще вот нам имбирчика принесли Тут такие, смотрите, с икорочкой Вкуснящие сухарики внутри Обалденно готовят Да, роллы вкусные Сапулин Даже не хочешь никуда отсюда уходить Слишком наслаждаешься Поели мы на 423 500 донгов А Лизончик все в штанишке покупает Так, пойдем, ничего, пирожочек Следующий лук Вот такая рубашка Полосатая Штанами мы вроде призлились Да, штаны вроде нормальные уже такие Выбрали Оу, ля-ля Так, мы еще потратили 1 620 000 донгов Зашепились Готовимся к Новому году Купили 5 вещей И сейчас везде скидки И у нас получилась одна вещь вообще в подарок Что, чувак, меня вообще поражает Пьед с байком на байке Круто Вообще Вот вам еще немного вечерней атмосферы этого города Смотрите Это улица, которая проходит вдоль пляжа, да И здесь, соответственно, такие еще улицы идут Их очень много И на всех этих улицах кипит ночная жизнь Такие макашницы подъезжают Там кукуруза, со свистачки, всякое мясо продают И огромное количество ресторанов работают И еще, кстати, мы же съехали Очень много этих массажных салонов Для, сами поняли, чего Такие элитные Для мужиков Короче, все есть Сейчас мы с Лизой проедемся Я вам покажу улицу Очень сильно похоже на улицы в той же самой В Паттайе, Букет, Бангкок То есть, знаете, на Авталанте эти улицы называются СОЯ СОЯ-1, СОЯ-2, СОЯ-3 Здесь тоже самое Эти улицы параллельные друг к другу идут И на них куча развлечений Развлечения такие, знаете, поесть Сделать массаж Поменять деньги Взять экскурсию Ну что, мы примерно около часа Искали любую парикмахерскую Где можно хоть как-то подстрижься Либо стригут женщин Либо вообще никого не стригут Потому что сейчас Рождество Нашли в такую студию Хоанг Вон называется Одни мужчины стригут И смотрите, хороший такой салон прям Он понимает, что он делает? Да Сиди и скажешь, да? Стрижка стоит 100 тысяч тонн Но нормальная цена 60 Просто когда вы заходите И вы турист, вы спрашиваете, сколько стоит Он говорит, что здесь 100 Самое классное место в городе Это, конечно же, башня Skylight Куда можно подняться на 45 этаж И отсюда посмотреть, как выглядит Ничанк с высоты Здесь у нас находится сцена Огромный такой бар Прямо на крыше открывается Офигенский вид на остров На Вимпер, на круизной лайне Самая главная фишка Skylight Это, посмотрите, какая штука Это стеклянный пол И под нами десятки этажей, улетающих вниз Так достаточно страшновато ходить Очень круто, да? Ощущения прикольные Видно весь город Ничанк Как на ладони Там маленькие скутерочки Маленькие автомобили Видно все дома, горы Посмотрите, какая красота Вообще потрясающее место Правда, днем здесь вообще нет людей Все это дело открывается в 3 часа дня Но к вечеру все подтягиваются Мы сейчас с вами вечером посмотрим, что здесь происходит Это вообще такой адреналин Наплыв по эмоциям Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тут, как видите, сейчас чистится бассейн Потому что только-только все открылось Но вечером все бары, все работает Очень красивенько можно вот так на этих стульчиках посидеть Вообще место потрясающее Лизончик, он без перерывов в сторону все выкладывает В реальном времени Так что, если у вас нет в нашем инстаграме, ребят Ну, что за дела? Судочек вот здесь, в описании Заходите быстренько, подписывайтесь Кстати говоря, чтобы сделать съемку с коптером Мы тут просто через всех прошли Со всеми договорились, ребята Поэтому, если вы сюда придете, вас с коптером не пропустят Там даже... Да, даже с рюкзаком проходить нельзя Да, то есть, ходите с рюкзаком Мы очень долго договаривались Вот, но все-таки сняли для вас эти кадры Это было очень сложно, но они того стоят Погода была бы очень солнечная Было бы, конечно, прикольнее Но тоже атмосферно достаточно вышло А теперь давайте вернемся в это же место ночью И посмотрим, какой дикий тусич происходит на крыше этого здания Одни из самых лучших коктейлей, которые мы пробовали где-либо Обычно в азиатских странах не умеют готовить коктейль Но здесь, ребята, просто Вот второй уже приносит И обалденный Просто обалденный вкус Вершина здания Вот, ребята подходят Откуда вы? Как это вы? Артем, Тема Артема, Вика, Гриша, Василиса Вот так вот Как вам вообще Вьетнам? Отлично, третий раз Нравится, да? Первый раз познакомились Второй раз ездили в положение И третий раз уже с двумя Круто Вы-то у нас не знаете, мы-то вас знаем Можно сказать, да, как обычно Вам, наверное, многие так говорят Мерри Крисмас Хоть у нас не отмечается Но как бы здесь, поэтому отмечаем У нас тоже блог есть У нас турагенство А у нас турагенство Обоживается Море отдыха Все, духы Ребята, море отдыха Заходите, покупаем туры, да? Я увидел сториз, говорю, что пойдем кушать лобстер или увидим ребят хоть, ну, когда-то мы должны были встретиться. Дизя выложила сториз и спалилась. Я обвалю свое местоположение. Понятно. Сториз укладывать очень опасно. И сколько путевка у вас обошлась? 74 тысячи за всех. Самый прикол, то что 16 ночей. Потому что переход с прошлого года расписания на новое. Таких туров из Уфы не бывает. Обычно 11-12 ночей. А с детьми надо, как минимум, 16-15. И вы здесь Новый год, да? Да, здорово. До третьего здесь. Вообще классно. Знака-то неадекватные, да? Да, да. Обращайтесь в турагентство, он выберет самый лучший тур. В Золяции на 74 тысячи на 16 ночей принесли. Обалдеть. Четвером. А вот нам принесли следующие коктейльчики. Мы такие уже хорошенькие. Это такое стаканище. Обалденный вкус. Такой апельсин смешанный с ананасом. А здесь в клубе работает замечательная девушка. Очень классная, красивая, общественная. Обязательно приезжайте и передавайте привет. Всем привет. Ждем вас в гости. Продолжаем банкет. У нас теперь шоты в ход пошли. Так. Опа. О, хорошенький такой. Я не вручаю внимание. Я тоже хочу внимание. О, заметил меня. Все. Давай, тусим. Свиньоны сегодня. Тусим. Йоу. Уху. Спасибо. 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 Клевые, чуваки. Мы собрались на самую вершину. Ребята, зацените. Это написано своим ходом. Прямо у дежея. Это все Виня. Вот это богиня. Виня. 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 Повелительница клуба называется. Просто может все. Представляете, вообще. Повелительница клуба называется. Виня. Повелительница клуба находится. Повелительница клуба называется. Я даже집я пл Laraфo. Наной Carn입니다. Повелительница клуба. Уже двадцатый коктейль по счёту, мы за сезончиком реально отмечаем по полной программе Рождество. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас Лиза подписывает вам открытки, которые вы выигрываете, ребята. Так что, если у вас нет в нашей группе ВКонтакте и в Инстаграме, обязательно заходите. Мы там выкладываем фотографии, всякие лайфхаки, полезные советы. Все ссылочки в описании под видео есть. А дальше уже подписанные открыточки мы упаковываем вот в такие пакетики. Получается вот такая красота. Сейчас поем на почту. Приехали на почту. Приехали на почту в Вьетнам. Приехали на почту в Вьетнам. Такая почта, почтовое отделение. Народа не очень много. Итак, ребята, 20 открыток победителей конкурса. Кто угадал страну, что мы летели в Вьетнам? Вконтакте, в Инстаграме. Ваши открыточки улетают. Смотрите, какие красивые. Присылайте нам обязательно. Когда вы получаете открыточку, вы так фоткаетесь с ней, вот так смотрите. И можете в сторис отправлять. Да, или вконтакте, в комментариях просто прикрепляйте, нам будет приятно. И подписчики будут видеть, что все работает, мы все отсылаем. Да, там мне пишут, вы не отправили мне открытку, блин, вообще. Ребята, отправляйте открытку, все, я честно сейчас отвечаю. Друзья, мы тут нашли очень классный ресторанчик, называется Шантарам. Такое, знаете, индийское название, вообще я обожаю Индию. У меня название зацепило, и не зря зацепило, потому что, смотрите, здесь сейчас акция. Один килограмм креветок, всего лишь 299 тысяч донгов. Достаточно адекватная цена, просто после Муне прям скучаем по креветочкам, морепродуктам. Итак, ребята, что мы себе взяли? Смотрите, креветочки стоят 125 тысяч донгов, они так в чесночочке, сделаны очень вкусненько. Ребята, у меня супер блюдо, знаете, как они называются? Устрицы, приготовленные на гриле под фирменной заправкой из белого вина и сыра моцарелла. 109. Обалдеть, смотрите, знаете, как такая звездочка ниндзя, сделанная из устриц. И еще я взяла себе тунца, филе тунца в кунжутном панцире с яблочной сальсой. 110 тысяч долларов. Да, посмотрите, он так, смотрите, не до конца прожарен. Ну и коктейлер, ребята, мой коктейль прямо в ананасе, то есть изнутри все учащается. Эта пиноколада стоит 109 тысяч донгов, смотрите, как растает. Это как на Занзибаре, как на Занзибаре. Помните, мы пили с вами пиноколаду? Я думал, я больше такого вкуса ни день не встречу, а оказывается, он есть. А у Лизы мохито, давай, Лизон, 55 тысяч донгов, сверху еще и маракуйю положили красивенько. У меня маракуйя мохито. Маракуйя мохито. Начнем, ребята, с тунца, берем прям целый кусок. Там, смотрите, видите, все в соусе в таком прекрасном. Да, начнем, ребята, с тунца. Разделим его на две части, да? Помните, видите, он в кунжуте таком зажаренном, да, сверху корочка? Ну, погнали. Офигеть. Просто шок-контент. Ну-ка. Вообще вкусно, да? Заказали себе еще кальянча. Теперь протестируем устрицу. Смотрите, какая она. Там, в общем, много сыра. Сверху-то сыр наливают, внизу остается устрица, все запекается. Прямо внутри, вот эта ракушечка устрица. Знаете, о чем говорит этот безумный взгляд? Что-то божественно. А далее табак стоит 250 тысяч донгов. Вот такая красота. Круто. Все-таки влюбился я в Вьетнам. Вот в первый раз, да, мне очень понравилось, когда мы ездили 5 лет назад. А вот сейчас мы приехали, и я влюбился, знаете, даже не в сам Вьетнам, там, в его природу, пляжи. Я влюбился в еду, в рестораны. Сюда нужно просто приехать и шляться по всяким ресторанам, заведениям, ночным клубам. Просто наслаждаться, и чтобы у вас был праздник живота. Реально круто. Здесь еще очень крутая подача рома. Вот такой ром, смотрите, он прямо из морозилки такой весь такой холодненький. Его подают в маракуйи, маракуйи разрезают. Вот эта крышечка остается самой начинкой, да, маракуйи. И вот здесь вот ром. Ром леденящий вообще, здесь 40 градусов. Но я вам не буду показывать, как я его пью. Это страшное зрелище. Взяли себе еще редснеппер, красный окунь. Вот такая вот порция, 145 тысяч донгов стоит. То есть целая рыбка такая, красивенько все сделано. С соусом, салатиком вообще проста. Ну что, друзья, на этом наши выпуски из Ничанга заканчиваются. Началась очень плохая погода. И не просто так, потому что своим ходом уезжают. А летим мы сейчас из Вьетнама в Сингапур. Там снимем один такой большой полноценный выпуск про весь Сингапур. И в Сингапуре у нас начинается новогодний круиз. Это будет очень круто, насыщенно. И мы выбрали бюджетный. И покажу вам на личном примере, что в новогодний круиз можно слетать, сплавать. Очень даже бюджетно. Ну и в конце хочется подвести итоги. Ребята, если вам нужен пляжный отдых, то, наверное, едьте на Фокок. Но там очень тусклая такая, мрачная инфраструктура. Там особо нечем заняться вообще. Вечером тем более нечего делать. Там вот мне понравилось, что еда, морепродукты. Вообще во всем Вьетнаме очень вкусно готовят. Если вам нужны занятия экстремальными видами спорта, то уж давайте отправляйтесь в Муйне. То есть в Индсерфинг, Кайтсерфинг. Там круто, но там море полное отстоящее. Прям Днищанское дно. Вообще пипец, короче. Но в Муйне очень вкусная еда. Вы выпуске смотрели. То есть вот Муйне это спорт и вкусная еда. И бары, рестораны. Еще есть два клуба классных. А в Ничанг. Ну что Ничанг? Ничанг это как большой мегаполис. Можно сравнить как Паттайя в Таиланде. Огромное количество кафешек, баров, ресторанов, клубы, зажигательная музыка. Вы сами все видели. Море нам не очень понравилось. На Паттайю очень похоже, да? Море такое мутновато немного. Может нам просто с погодой не повезло. В общем, такие у нас впечатления. Мы с тобой еще обязательно вернемся. Потому что хотим поехать по северному Вьетнаму. Показать вам красоты той части страны. А вообще, ребят, чтобы вам в Вьетнам зашел, делайте как мы. Действительно. Приехали на Фукох на 7 дней. Потом поехали в Муйне там. 3-4 дня вполне достаточно. Но если вы там будете заниматься спорт, то можно побольше. Потом в Ничанге зависли и полетели обратно домой. Что идеально. Просто 3 получится. Еще в Далат можно сделать. Ну, Далат сгонять, да. А сеять в одном месте как бы не очень прикольно. Надеюсь, что вам понравился этот сезон. Лайкотик нажать и пишите комментарии. Мы поехали в следующую страну. И там будет очень интересно. Потому что такого на канале еще не было.